Привет, друзья! С вами снова я, Захарыч. И короткий ролик. Я хотел всё-таки сказать, что я был неправ. И зря я так накинулся на российских нефтяников и качество нефти. Потому что то, что вчера сделала Польша, перекрыв нефтепровод «Дружба», это был демарш. Ведь вслед за Польшей это сделали Словакия и Украина. Вот. Это очередные их политические игрища и попытка оказать давление на Россию. Как бы мы не ругались на нынешний действующий режим в России, но внешние супостаты никуда, ребята, не делись. И одновременно с этим хочу отметить, что мой канал вчера подвергся беспрецедентной атаке, когда я вывесил два ролика с этим идиотизмом дрифтеров под снежком, который мне чудом удалось заснять, дико стали блокировать эти ролики. Поэтому я повторяю, друзья, ещё раз, пожалуйста, берите мои ролики и пользуйтесь ими. Только, пожалуйста, я вас очень прошу, не нарушайте закон об авторских правах. И оставляйте ссылочку на мой канал на Захарыча Блаженного. Это же мне повезло такое чудо снять. Вот. И, к счастью, без жертв. Поэтому можно и посмеяться. Что ж, друзья, предыдущие два ролика. Помогите мне их продвинуть. А то вчера их заблокировали. Тут были такие игрищи, конечно. Боты разбушевались, канал блокировали. Сделали два зеркала этих двух роликов. Роликов. В общем, на любые ухищрения шли. Вот такие вот дела, друзья. Боты устраивают всякое. Уже танцы ботов бывают. Вначале у меня было на канале два бота, потом пять, а теперь десять. И они берут и удаляются по цепочке. И заходят на каждое новое видео, и от него отписываются, чтобы снизить рейтинг. Массово отписываются. В общем, забавные дела твои, господи. Вот, пожалуйста, вот, помогите мне продвинуть мои видео, если вы разделяете мою точку зрения. Друзья, поможет и лайк, и подписка, и репост. И здорово будет, если вы потом вернетесь и посмотрите, не сняли ли с вас лайк, подписку и не убрали ли репост. Потому что они делают вообще все возможно. Это очень забавно. Ну что ж, а демарш есть, и давление на Россию, безусловно, оказывается. И не будь Путина, а будь другой президент, давление бы оказывалось точно такое же. Правда, на это давление можно отвечать более разумными методами. Потому что мы же понимаем, что они без нашей нефти никуда не денутся. И нефть наша необходима как воздух, поэтому этот нефтепровод дружбы будет открыт. И в итоге они повоняют, но качество нефти примут. Восточноевропейские товарищи и стремящаяся к ним Украина, всегда вели себя как маленькие запи-и-и-цы по отношению к России. Друзья, обнимаю всех. Доброго вам дня. И вообще давайте действительно позитивнее смотреть на вещи. Вон в 90-е годы кушать бывало нечего было. А сейчас, слава богу, покушать есть иногда. Доброго дня. Пока.